Что хорошо происходит под флоридским солнцем? Ложится загар и гниет плоть. Вот мы и добрались до третьей команды, которую можно смело считать одной из передовых преподавателей в школе дезметалла и вообще первопроходцем стиля. Банда, что внесла огромный вклад в формирование жанра смертельного металла, чей стиль узнается по фирменному кругу и, конечно, вокалу бессменного голосилы этих тамповских парней. Итак, все, что вы хотели знать о смерти, здесь. Встречайте, обичуэри. Но для начала небольшое отступление, которое я должен был сделать раньше. Начало 80-х во Флориде и, в частности, в окрестностях Тампы представляло из себя достаточно консервативное болото, заполненное пенсионерами. Умеренный климат с мягкой зимой и теплым летом вместе с отсутствием налоговых сборов на пенсию сделали свое дело, создав условия для миграции гиперконсервативных религиозных стариков. Молодежи в таких условиях особо заняться было нечем. И, как вспоминает Пол Массвидал, подросткам просто некуда было пойти. И те, кто хотел себе реализовать творчески, брали в руки гитары. О том же говорил и один из наших сегодняшних героев. Тез Метал стал ответной реакцией на пуританское общество Флориды прошлого века. Перенесемся в Майами, начало 70-х годов, где жила среднестатистическая семья с кучей детей по фамилии Тарди. Самым младшим был Дональд, чуть постарше был Джон, их сестра Кристи и старший брат Грег. Стоит отметить, что спустя столько лет семья поддерживает отношения и не растеряло сплоченности. Нас, конечно, интересует Джон и Дон, ведь именно они сформируют основу будущих фаворитов смертельного жанра. Стоит сказать Грегори спасибо за то, что он собирал винил и разрешал мальцам в его отсутствие слушать все. От именитых Лед Зепплин, Куин и Пинк Флойд, до местных звезд южного рока Линард Скинард. Именно так мальцы и прививали себе любовь к рок-музыке. Хотя, по словам младшего, еще их отец всегда был очень музыкальным и слушал много кантри и прочего говна. Его слова. В 1980 году семья Тарди оставила Майами, перебралась с севернее и поселилась в Брэндоне, что близ Тампы. В городишке, хотя по сути это не город, но в американских названиях поселений мы разбираться не будем. С населением 90 тысяч они покупают жилье, которое оказалось поблизости с новым домом еще одного парнишки, Тревора Перреса, который переехал за год до этого с родителями и младшим братом из флоридского Джексонвилля. Как и рассказывал Тарди-младший, они жили в двух минутах езды на велосипеде друг от друга и, конечно же, ходили в одну и ту же школу, Армуд Хайскул, в которую ездили на одном и том же автобусе. Но до их совместных репетиций пройдет еще какое-то количество времени. А пока малолетние Тарди примерно через год после переезда находят в гараже у своего друга ударную установку и устраивают первые джемы, где Дональд, вдохновившись игрой барабанщика Led Zeppelin Джона Бонома, принимается терзать ударную установку, а Джон пытается играть на гитаре. Кстати, младший Тарди купит свою первую ударную установку только перед записью первого альбома. До этого на все мольбы купить ему барабаны предки Тарди отвечали «нет». Но то были юношеские забавы и абсолютно бесплотные попытки музыцирования. Все меняется, когда мальчуган и Тарди начинают плотно общаться с Тревором, который знакомит их с музыкой Iron Maiden и Black Sabbath, и она покоряет братьев. А еще чуть позже вся троица несовершеннолетних подростков тайком через пожарный выход пробирается в местные клубы и знакомится с локальными звездами Savetage и Nasty Savage, которые на первое время и становятся ориентиром для будущих корифеев смертельного металла. Мальцы на велосипедах гоняют к репетиционной точке Nasty Savage и наблюдают, как те играют. Чуть позже, лично познакомившись со своими кумирами, они получили колоссальную поддержку и мешок мотивации для того, чтобы самим начать лобать по-серьезному. Одним погожим днем, коротая время между уроками, Тревор сказал Дональду, что им следует начать джемить вместе. Тем более, мать Перриса недавно купила ему фендеровский комбарь. Стоит отметить и то, что Тревор был из музыкальной семьи, его отец играл на гитаре и басу, а дед профессионально лобал на аккордеоне. Так что мальцу грех было не взять в руки инструмент. Хотя его мать считала, что это просто подростковое увлечение. И скоро Тревор сострижет волосы, поступит в колледж и найдет себе нормальную работу. Не найдет. Хотя колледж все же закончит. Добавим еще вот что. Перрис был главным музыкальным просветителем команды, открыв для себя магазин Melly Musical Store в Брендоне, где было много нового, андеграундного и не очень металла, начиная от Venom и заканчивая EP от Hellhammer. Банды, которая чуть позже серьезно повлияет на молодых музыкантов, направив их от треш-металла в сторону зарождающегося жанра – Death Metal. Ну и не стоит забывать про сеть обмена демо-кассетами начинающих команд, про которую я уже рассказывал в предыдущих видео. Но наступает 1984 год, и троица Дональд, Тревор и Джон формируют свою первую банду под названием Executioner. По воспоминаниям Перриса, Джон был приглашен просто потому, что они не могли играть без вокалиста. Но состав был неполным, без басиста и второго гитариста. И на эти роли хорошо подошел Джером Грейбл и Джерри Цидвелл, с которыми и был сочинен первый материал. Одно время с парнями тусовался некто Марк Вито, но история не сохранила данных о датах его присутствия в банде. Братья Тарди и Тревор собирают накопленные с сэкономленных на завтраках деньги и просят родителей докинуть пару баксов до кучи, чтобы записать свое первое демо. Малолетние металлеры с зеленью на кармане отправляются в студию Мори Саун, которая уже готовилась к расширению и переезду на новое место, а пока писала местечковые команды на простеньком старом оборудовании. Как вспоминает Джим Моррис, когда он впервые увидел на пороге студии школьников, желающих записать у них демо, он сказал им идти домой и не тратить свои деньги и его время на ерунду. Но парни, по его словам, были крайне настойчивы. Моррис отдает малолеткам на растерзание одного из основателей студии, Рика Миллера, который выступил в качестве продюсера демо-ленты. Итак, первая отправная точка, 1985 год и первая запись, Executioner Metal Up US. Демо включает в себе две композиции, пропитанные духом простенького спид металл, но по качеству работа имеет в рот держа за уши все первые демо-записи группы Чака Шульдинера. Забавно звучит голос Джона, совсем не похоже на то, что он будет выдавать в дальнейшем. Тут он еще старается петь, но не пройдет и года, как все поменяется. Дональд рассказывал, что в студию они пришли с материалом на несколько песен, и даже смог вспомнить пару названий – Go To Hell и Death Loat. Но выбор пал на Metal Up US и Psychopathic Mind, которые, по словам младшего Тарди, возвели парней в ранг рок-звезд в своей школе. Мальцы печатают примерно 100 копий демо и распространяют его по друзьям и одноклассникам, даже не задумываясь о том, чтобы отправить каким-нибудь кустарным фензином. Стоит отметить и тот факт, что братья Моррис, по их словам, уже тогда начали задумываться, как же лучше всего писать подобную музыку. Но в истории многих групп случается так, что выбранное имя банды по каким-то причинам надо поменять. Неожиданно выясняется, что группа с названием Executioner уже существует в Бостоне, и будущие звезды Death Metal решают убрать одну букву из названия. И это как будто обрекает команду Executioner на последующие изменения в составе, на массовый уход музыкантов. Небольшое отступление. Несмотря на то, что позже Дональд будет говорить, что сменить название их попросил лейбл, ни о каком лейбле или контракте с ним на тот момент не было и речи. Но, как окажется, такой разговор с лейблом будет в будущем. Первым группу покидает Джерри Тидвелл, который считал музыку лишь легким хобби и веселым времяпрепровождением, в отличие от остальных участников. Но его место быстро занимает другой гитарист, который уже успел побывать в рядах другой, почти культовой флоридской группы, Massacre, и был изгнан оттуда за увлечение веселящими средствами, которые в будущем не кисло пошатнут его карьеру. Но мы забегаем вперед. Приветствуйте! Аллен Уэст, приход которого совпал с тем, что в руки к парням попала пластинка швейцарской группы Hellhammer. И по словам Тревора, в тот момент они поняли, что надо завязывать с прошлым материалом и лобать более жесткий и мрачный. Идею поддержали братья Тарди. Но молодая кровь, детские обиды и нелепая ссора Тревора и Дональда чуть не поставили крест на группе после того, как Перес ушел, хлопнув дверью. Это версия событий, произошедших в начале лета 1986 года, от Дональда. А вот сам Перес рассказывал другую историю. Как я уже говорил, родители не сильно верили в увлечение сына. И по его словам, попросту запретили подростку играть музыку в течение всего лета. Хотя в группе он отсутствовал полгода. Но малец в один прекрасный момент взбунтовался и сказал, либо ему разрешат лобать в гараже, либо он уходит из дома. Я склонен верить в последнюю версию. Возможно, в попытке отомстить бывшим коллегам из резни, а может, движимые лучшими побуждениями, Уэст притаскивает своего кореша, а по совместительству, уже бывшего гитариста Мессикар, Джипи Шартье. По рассказам Джипи, он бросил резню в начале 1986 года, после того, как в группу пришли Ли и Роуз, недавно покинувшие Шульдинера. Главной причиной ухода гитарист назвал то, что Роуз хотел играть свою музыку и подбивал остальных на это дело. И Шартье понимал, что если останется в Мессикар, то будут конфликты. И вот меньше, чем через полгода, после того, как он оставил свою прошлую банду, он присоединился к группе братьев Тарди, чтобы заменить ушедшего Переса. Именно после прихода нового гитариста парни убирают первую букву из названия. А также сообщают новичку, что прошлое демо – это прошлое команды. И сейчас они хотят играть тяжелее. Как вспоминает Джипи, ему хватило небольшого джема с группой, чтобы его утвердили. Хотя я не думаю, что к Эксекьюшнеру была огромная очередь на кастинг. Старший Тарди поработал над голосом, который стал звучать не так пиздюковски, как на предыдущей записи. Дональд рассказывал, как буквально за одну ночь вокал брата поменялся от воплей молодого козленка до того, чем славится Джон и по сей день. Хотя старший Тарди говорил, что ему понадобилось на это чуть больше времени. Перес же, делясь воспоминаниями, говорил, что именно он заставил вокалера Эксекьюшнер слушать Morbid Tales от Celtic Frost и попытаться сделать что-то в духе Фишера. И через какое-то время Джон наконец-то изверг из себя, нужный, по мнению Тревора, звук. Стоит еще упомянуть, что до ухода Переса из банды школьники выступают на крупном пляжном концерте. Как бы это смешно не звучало. 25 мая 1986 года на пляже Рок-Сити парняги делят сцену с Мессикер и Морбид Энджел. И это именно то шоу, о котором я рассказывал в первом видео про ангелов. Увы, запись всего Мегапати с Эксекьюшнер я не нашел. Но если верить экспертам, Тревор засветился среди угорающих у сцены на выступлении Мессикер. Я нашел этот момент, но разглядеть что-то на этой дрянной записи уж очень непросто. Но по идее это молодой Тревор. Верьте, просто верьте в это. 17 августа 1986 года в составе Джи Пи Шартье, Джером Грейбл, Дональд Тарди, Джон Тарди и Аллен Уэст, молодые музыканты, взяв очередную порцию денег у родителей, отправились в Мори Саун, чтобы записать свое новое демо, в котором уже будет слышаться будущий обичуэри. Как и в предыдущий раз, парняги пришли с приличным количеством материала, но записали только две песни, на которые хватило денег. Остальной же материал уйдет на сборку первого альбома с уже обновленным составом и с новым названием. Сама запись длилась три дня и проходила примерно так. Инструменты писались синхронно вживую. В одной комнате стояла ударная установка, которую терзал Дональд. Во второй находился гитарист Аллен Уэст и басист Джером Грейбл, а в третьей Шартье. Так прошел первый день записи. Во второй Джон спел под то, что наиграли парни вчера. И финальная стадия, третий день, когда Джиппи и Уэст пришли и записали партии соло для двух песен. Вот так была состряпана демо-запись, которая позже послужит материалом для песен будущих альбомов, о которых мы поговорим позже. За продюсирование записи взялся все тот же Рик Миллер и стоит отдать ему должное. Качество для демки в разы лучше Mutilation от Death, записанный в том же году, а также Takin' Them Come от Morbid Angel 1987 года. Демо 1986 года включало в себя два трека Find Their Eyes и Live Like A Dead. И по словам Джиппи, несмотря на то, что некоторые идеи у банды уже были к его приходу, тем не менее, материал допиливался всем составом. Песни дико понравились парням, особенно их сырое и злое звучание. Как говорит Шартье, то, что сейчас выложено в интернете, звучит как какашка по сравнению с тем, что было на копии, которую им отдал Мори Саун. В отличие от детворы, которая рулила бандой, Джиппи был более предприимчивым парнем. Еще будучи в рядах Massacre, Шартье познакомился с небезызвестной личностью, Боревой Кирген, который тряс с него кустарную запись команды. Но резня уже прошлый день, а запись Executioner была настолько хороша, что грех было ей не похвастаться. И Джиппи отправляет Киргену дэму. Боревой в то время издавал фэнзин Violent Noise. И, конечно же, интервью с флоридской бандой появилось в его подпольном журнале. Также, по словам Шартье, он разослал запись всем андеграундным журналам, которые мог найти. Так что вклад в популяризацию команды наш парень внес не кислый. Но Шартье ненадолго задержался в отряде братьев Тарди. По воспоминаниям Джиппи, в то время он начал баловаться выпивкой и наркотиками и нередко ввязывался в пьяные драки. И ушторенный приходил на репетиции, чем не радовал состав Executioner. Но конечной точкой стало даже не это. Горе-гитарист подцепил деваху, которая была не в восторге от того, что парень играет в какой-то неперспективной команде. И Шартье, пойдя у нее на поводу, решил сделать ей подарок. И 14 февраля 1987 года помахал парням рукой. Братьев Тарди, видимо, это за дело. И впоследствии они вычеркнут парня из списка тех, кто участвовал в создании материала команды. И будут утверждать, что материал, использованный в следующих работах и пластинках, был создан при участии Тревора. Джиппи считает, что так они хотели отомстить ему. И одно время порывался надрать им задницы. Но учеба в колледже и последующая рутинная жизнь простого флоридского работяги потушила огонь вражды. И сейчас, по его же словам, они вполне себе неплохо общаются. Кстати, в переизданиях альбомов Шартье все же внесут в списки. А вот и возвращение блудного сына. Страсти поутихли, Тревор и Дональд помирились, если вообще ссорились, и готовились снова лобать злой металл вместе, как и годом ранее. В скором времени после возвращения Переса парняги пишут очередное демо, материал которой перекочует на первый полноформатник. Но это мы забегаем вперед. И, конечно же, самое главное событие — участие в сборнике Raging Death. Все тот же Боревой, получив демо от банды, решил закинуть все две песни на готовящийся сборник, недавно созданного им совместно с Марти Игр лейбла Godly Records. Помимо Executioner на пластинке засветились Sadness, Lethal Presence, Betrayal и Ravage, которая вскоре переименуется в Atheist и станет главной командой аутсайдера флоридской Death Metal сцены. Возможно, когда-нибудь я доберусь и до них и расскажу, почему так думаю. Сборник дал огромный толчок к росту популярности как Executioner, так и Atheist. Конечно же, на пластинке никто не упомянул об участии Джипи в записи демо, из которой были взяты Find The Rise и Leave Lucky Dead. Приближающаяся слава не застала еще одного участника банды Братьев Тарди. В конце 1987 года уходит Джером Грейбл. Как говорили сами участники банды, Джером не был металлистом и не особо стремился к тому, чтобы серьезно играть в группе. В музыкальной карьере он предпочел колледж и спокойную размеренную жизнь, но впервые у группы перед лицом замаячил контракт с лейблом, о котором мы тоже поговорим. Поэтому состав надо было быстро укомплектовать басистом. И тут Тревор вспоминает о пареньке, с которым дружил и который по счастливой случайности мучил бас. Новой кровью становится 17-летний Дэниел Такерс, которым парни и готовят материал для дебютной пластинки. Обновленным составом и был проведен знаменитый фотосет с повешением. И на какой-то период, очень короткий, петли на сцене станут своеобразной фишкой. Кстати, это не последние игры со смертью от молодых дедстеров. В будущем они повторят нечто похожее. А вот теперь мы поговорим о лейблах и контрактах. И тут есть очень сбивчивая информация. В интервью середины 90-х по словам Дональда, Боревой сказал, что единственное, что он может сделать для них, это поместить две песни на сборник. А дальше пусть парни надеются, что их кто-то заметит. И добавил, мол, они не вели дел ни с одним лейблом, пока Roadrunner не подписал с ними контракт. Однако, этому есть опровержение. Во-первых, в каком-то из журналов Violent Noise, увы, я не нашел этому подтверждения. Боревой писал, что Godly Records анонсирует скорый выпуск альбома от Executioner. В подтверждении этих слов фэнзине Death Sive 88-го года Пэрис говорит следующее. Мы планировали подписать контракт New Renaissance, но нашли предложение от Godly Records более выгодным. А вот самое интересное, именно New Renaissance выпустила пластинку бостонской команды Executioner. Возможно, то, что говорил Тарди и является правдой, только вот банда переименовалась в 86-м, а разговоры с лейблом по идее были не раньше 87-го, значит, не подходит. А вот и версия Боревого. Он предложил Executioner помочь найти хороший лейбл и дал даже пару сотен долларов на запись. Это, конечно, было небольшим вложением, но хоть что-то для голожопой молодежи. И стоит отметить, что в этом же интервью Джон говорит, что их первый альбом будет называться Slowly We Wrote, и они планируют закончить запись в январе. То есть, ни Abituary, ни Roadrunner к этому моменту не было. Еще один интересный факт. В этом же интервью Аллен говорит, что Джеймил дома у Чака Шульдинера. Но Executioner рубит реальное музло, и уходить из этой команды было бы глупо. Итак, банда Executioner отправляется в Мори Саун, и пока без поддержки лейбла, на деньги Киргина и своих родителей пишет 8 песен для готовящегося альбома. В то время работать на студию пришел молодой парень Скотт Бернс, который варил кофе, расставлял микрофоны и занимался уборкой помещений после записи. И еще не подозревал, что станет одним из главных Death Metal продюсеров. Братья Моррис ставят во главу звука Миллера, с которым Мальчуганы в конце 87-го и начинает запись материала. Но не закончив работу, Рик был вынужден уехать из Тампы, как позже говорил Том Моррис, из-за болезни кого-то из родственников. И внезапно образные правления передают новичку Скотту. Банда просит Бернса поприсутствовать на их концертах и порулить для них звук, чтобы понять, что они такое и нарулить на записи максимально живой саунд, сырой, злой и гниющий изнутри. Идут отступления. Вскоре к восьми записанным трекам парни допишут еще четыре, отличающихся по звуку в лучшую сторону, к которым Скотт уж точно причастен. Но я не нашел точной информации о том, что конкретно он делал и к каким песням из первых восьми он имеет отношение, если вообще имеет. Отметим еще и то, что в то время много Death Metal альбомов отправлялись на мастеринг Fuller Sound к Майку Фуллеру, который, соответственно, тоже причастен к звучанию ранних смертельных пластинок. Итак, Slowly We Wrote. Восемь песен Internal Bleeding Godly Beings Till Death Которая по сути является Fight to the Death с демо 1987 года Slowly We Wrote Immortal Visions Gates to Hell Он же Enter the Gates of Hell с демо 87-го Worlds of Evil и Suffocation были записаны в начале 1988 года. Но что делать с готовой записью? Как не отправить ее к Киргену, с которым и была договоренность? И надеяться, что он сможет протолкнуть ее к какому-то лейблу. Боревой, получив кассету и послушав ее, видимо, понимает, что Godly Records слишком мал для такого крутого материала. Недолго думая, он отправляется к своему знакомому Монти Коннору, который совсем недавно начал работать в Roadrunner Records и ставит ему присланную Executioner запись. И судя по тому, что лейбл подписывает с парнями многолетний контракт, запись Коннору понравилась. Roadrunner возвращает Боревому его пару сотен и дает флоридской банде денег на запись еще четырех песен Intoxicated, Deadly Intentions, Bloodsuck и Sting Pass, которые были записаны аж в марте 1989-го, то есть через год после записи первых восьми треков. Парни были не против того, чтобы растянуть пластинку и отправиться в Мори Саун, ее дописывать. Тем более за счет лейбла, да и материал у них было в достатке. Если я это не упомяну, в меня полетят камни. Несмотря на то, что парни подписали контракт с голландцами Roadrunner, в Штатах за выход их пластинки отвечала дочерняя компания Roadracer, специально созданная, чтобы не нарушать права Looney Tunes, у которых был персонаж с таким именем. Но впоследствии европейцы договорились с мультипликаторами. С выпуском пластинки от Roadracer есть даже одна интересная история. Попадались экземпляры, где название группы было написано вот так Abituary с I на конце вместо Y. Но, видимо, кофешоповые голландцы быстро одумались и исправили оформление. И в последующих версиях все было окей. Стоит вспомнить и еще одну дочку Roadrunner RC Records, но тут мы уже совсем залезем в дебри. Но перед тем, как выпустить пластинку, уже по словам самого Монти, ларицев обязали сменить название, так как уже существовали Executioner, The Execute, Executor и убрав одну букву погоды сильно не изменить. Так что Дональд, говоря о том, что лейбла заставил их сменить имя, видимо, описывал именно эту ситуацию. Executioner исчезает и на свет появляется Abituary. 14 июня простые смертные услышали дебютную пластинку флорийцев, которая стала коммерчески успешной и помогла вместе с Сепультурой мелкому на тот момент лейблу Roadrun Records встать на ноги. Думаю, не стоит вам рассказывать, как звучала пластинка, на что она повлияла и так далее. Это очевидные вещи. Кстати, посмотрите старую рекламу лейбла. Сепу называют бразильскими богами Death Metal. Многие Многие были удивлены отсутствием текстов песен на пластинке и решили, что это было сделано с целью удешевить производство. Но на самом деле Джон на тот момент не сильно задумывался о написании связанных смыслом лирик, а вокальные партии были по сути набором слов и звуков. И это телега еще не скоро сдвинется с места. Сделаем шаг назад, вернувшись к концертной деятельности команды и смене названия. Если верить афишам, то последний свой концерт Executioner сыграли 31 октября 88 года вместе с Nogturnus и Fatal Blessing. А уже 12 ноября этого же года на сцену разогревать толпу перед Death вышли Abituary. Но почему именно Abituary? Есть очень интересная теория. Поговорим о группе Линард Скинард. Банда, прославившая Флориду и не раз упоминавшаяся парнями из Некролога, как повлиявшая на них. Кстати, корифеи Южного Рока были из родного города Переса Джексонвилля. Одно время фанаты Abituary даже ждали кавер на одну из песен Линардов. В 1977 году дряхлый самолет, на котором Линард Скинард летела из Южной Каролины в Луизиану, разбивается из-за нехватки топлива. Трое музыкантов погибают в авиакатастрофе, а остальные, получив травмы, решают распустить команду. И через 10 лет, в конце 1987 года, оставшаяся часть оригинального состава объявляет о Риунионе и Туре, который длится год и заканчивается в 1988 году. Именно вдохновившись этим, детвора и назвала свою команду Abituary, как память Некролог, трагически ушедших из жизни музыкант. Эта теория, конечно, интересная, но не имеет ничего близкого с реальностью. А вот другая версия вполне себе жизнеспособна, но ее я тоже разрушу. 20-летний парень Джон Диэн Риднуар Марвел 20 января 1989 года отправился навести своего биологического отца, с которым, соответственно, не жил и, видимо, не так часто встречался. Батя содержал наркоманский притон и, скорее всего, сам приторговывал. Что точно там произошло, доселе неизвестно, но молодая особа, являющаяся одновенной подругой местного драгдилера, по ее же словам, решила пугнуть мальца и направила на него ствол, который почему-то выстрелил. Парня, к сожалению, спасти не успели. По мнению местного шерифа, торчиха, возможно, посчитала, что Джон увидел то, что видеть не должен. К сожалению, мокрощелку со стволом не пустили в расход и приговорили к 17 годам за непредумышленное убийство с использованием огнестрельного оружия, но вышла она через 3 года. К чему эта история, спросите вы? А к тому, что это был кореш-экзекюшнер, и по сути, парняги посвятили Слоу Леви Рот ему. Но, увы, теория с названием группы в его честь разбивается о том, что 12 ноября 88-го года парни вышли выступать уже под названием Абичуэри. Стоит рассказать и об оформлении обложки, которая хоть и выглядит по-ребячески, но в ней точно есть некий шар фильмов ужасов 80-х. Нарисовал ее художник Роб Мейверт младший, в начале 80-х закончивший художественный институт Форт Лодердейла, который в юности и сам лобал музяку. Он же и придумал для нашей детворы их знаменитый логотип, после чего неоднократно упоминался на нескольких последующих пластинках. В 2017 году некто Франческо пытался выкупить у него оригинальный рисунок. Роб даже разместил скан на своей странице в Facebook, но в отличие от него я скрыл контакт. Правда, непонятно, чем это в итоге закончилось. Странно находить людей, вложивших свой труд на благо культовых команд через профайлы флоридских тюрем. Ссылка на его страницу в Facebook будет в описании под видео. Флоридские детвора не сильно заморачивалась выяснением финансовых дел и подсчетом проданных копий альбома. А движимое тестостероном и желанием лобать ультра-тяжелое музло накидывало новый материал. А продажи слоу-ливы-род росли семимильными шагами, по крайней мере в рамках стиля. И это учитывая, что группа практически не гастролировала не то, что по всему миру, но и по родному США, изредка гоняя на гиги по Флориде на машине старшего брата и по сути отбивая только бензин. Единственным шансом показать себя за пределами родного штата были два концерта в Мексике 14 и 15 октября. Итак, 1989 год, который стал знаковым для банды, закончился выпуском первого полноформатного альбома, а также растущей популярностью команды, хотя главные подвиги были еще впереди. Абитуэрии стали в один ряд с Death и Morbid Angel, став олицетворением восходящей флоридской Death Metal сцены. И вот-вот парняги из Брэндона покажут всему свету, как нужно играть в смертельный металл. Но об этом мы поговорим в следующий раз. Ну а пока прожмите кнопочки и ждите очередную порцию флоридской мертвичины. Игорь Негода